Он помнит все, как всем классам прятались от бомбежек, как на его глазах убирали с улиц тела погибших, как мать в голодное время всегда старалась накормить четверых детей. Борис Игнатьевич Чикин в годы войны жил в блокадном Ленинграде. Его вместе с семьей эвакуировали из осажденного города в марте 42-го. Эвакуировались, мы, конечно, встретили нас у Ладоги, гаяшими щами накормили, потом, значит, второе дали. И третье что-то, или сардель, что-то было, но мама не дает. Мама говорит, нельзя вам сейчас такие грубые кормы. После торжественного митинга участники праздника возложили цветы к вечному огню. Дань памяти победителям отдали губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андреянова, генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева. Торжества на Площади Славы продолжились и вечером. Песни военных лет, кадры любимых фильмов, жители города собрались на праздничный концерт. Это то, что не забудется никогда, только что как раз друзья произнесли фразу, а неплохо мы живем. Глядя на это все, понимаешь, что люди отдали свою жизнь, защищая нас, защищая будущее своей страны. И у них это получилось. С праздником Победы жителей Самары поздравил губернатор Николай Меркушкин. Победа в Великой Отечественной войне и сегодня остается для нас главной ценностью. Это источник нашей национальной гордости, духовной стержень нашего народа. Мы собрались сегодня на Площади Славы, чтобы дать даль глубокое уважение подвигу солдат-победителей и тружеников тыла. Кульминацией праздника стало удивительное световое шоу. Здание областного правительства превратилось в огромный экран. Куйбышев, как запасная столица, здесь показали его историю с первых и до последних дней войны. Завершилось все победным. Ура! В память о погибших на войне сегодня зажглись сотни таких свечей. Люди несут их к вечному огню, чтобы сказать спасибо тем, кто подарил нам светлый праздник Победы. В годы войны на фронт ушли около полумиллиона куйбышевцев. Каждый второй не вернулся. До четырех утра на Площади Славы на установленных экранах изданий правительства транслировали имена героев, чтобы каждого из них в Самаре знали поименно. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.